Новосибирск 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 по-прежнему в тройке крупнейших городов страны по численности населения. Данные последние переписи обнародовали сегодня в правительстве региона. В мегаполисе 1 млн 634 тысячи человек. На четвертом месте Екатеринбург, за ним Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск и другие. Новосибирская область входит в число 28 регионов страны из 85, где численность населения за межпереписной период увеличилась. В 57 субъектов Российской Федерации она уменьшилась. Численность населения Сибирского федерального округа снизилась на 0,4 млн человек в результате потерь населения в Алтайском крае, Омской, Иркутской и Кемеровской властях. В округе перед нами только Иркутский и Красноярский край. Наш регион улучшил свои позиции в рейтинге регионов по численности населения. Область теперь занимает 15 место в Российской Федерации. По информации Росстата в рейтинге самых больших городов по численности населения наш западный сосед Омск потерял сразу 5 пунктов, опустился с 7 строчки на 12. В областном центре на берегах Иртыша и Ами теперь живет на 20 тысяч человек меньше. Кроме того, за прошедшие десятилетия сдали свои позиции Самара, Ростов-на-Дону и Волгоград. Это итоги предварительные. Окончательные обнародуют до 31 декабря нынешнего года, говорят эксперты. Учитывая, что во время переписи использовали цифровое оборудование, данные вряд ли будут сильно отличаться. После трагедии, которая произошла в Искитимском районе в Новосибирской области, проверят все места летнего отдыха детей. Об этом сегодня заявил губернатор. Напомню, накануне в селе Улыбино погиб подросток, на него упали футбольные ворота. Если мы считаем ворота капитальные, они должны быть капитально закреплены. Если ворота временные, они должны быть из легких конструкций и не нести угрозу для жизни. Далее, я считаю, что нужно непланово провести обходы, осмотры всех объектов незавершенного строительства котлованов, приямков и других опасных мест, куда могут забраться дети и причинить себе вред. Сегодня по всей стране празднуют День русского языка. Традиционно он проходит 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Где в городе можно услышать стихи поэта, расскажет Екатерина Радаева. У турникетов люди со специальными карточками. Они дают право бесплатного прохода в метро. И вот уже мечтой странной душа наполнилась моя. Дима, продолжай. Где цвёл, когда, какой весной, и долго цвёл, и сорванки, и положён сюда зачем. Как правило, вспоминают самые знаменитые стихи и отрывки из Руслана и Людмилы или Евгения Онегина. Для бесплатного проезда нужно по памяти рассказать хотя бы 8 строк. Самая частая ошибка – путаница между дядей Онегина и героем Лермонтова из Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французам отдана. В этом году открыли рекордное количество парков Пушкина – 452. Центральная площадка перед кинотеатром имени Маяковского. Дети не только вспоминают любимые сказки, но и знакомятся с историей родного языка. Величайшее наше счастье, что мы можем свободно говорить на своём родном языке, и для большинства из нас это русский язык. Умар приехал в Сибирь с Таджикистана учиться. Произведение Пушкина знает с самого детства. Любимое стихотворение читает не только на русском, но и на родном языке. Прочту стихотворение «Письмо в Сибирь» Александра Сергеевича Пушкина на таджикском языке. Для детей проводят квесты, концерты и показывают мультфильмы по сказкам поэта. Для школьников постарше открыли тематические площадки. Александр Сергеевич Пушкин писал свои произведения гусиным пером и при свечах. Сейчас нам очень сложно такое представить. Чтобы попробовать себя в его роли, нам достаточно одной переворучки, которую мы макнём в чернила и напишем в любимой сказке поэта. Работа с чернилами трудоёмкая. Дописать хотя бы страницу сказки о царе Салтане получилось у единиц. Сложность не только в совершенно отличной от современной техники письма, но и в незнакомом для школьников инструменте. Сложно такой ручкой писать? Ну, нет, но просто не очень удобно, потому что всё время надо её макать в чернилах. Мероприятия в честь празднования 223-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина проходят по всему городу не только на крупных площадках, но и в районных библиотеках и молодёжных центрах. Екатерина Радаева, Сергей Жданов, Новости ОТС. По-хозяйски, но не по-человечески. Представьте, собрались вы в магазин за продуктами или товарами первой необходимости, а проехать туда нет возможности. Кто и зачем отрезал крупный продовольственный склад Левобережья от внешнего мира, разбиралась Светлана Шевченко. Съездить в магазин за продуктами для жителей села Толмачёвой окрестностей теперь не так просто, потому что нужно искать подъезд к гипермаркету. Там, где раньше была дорога, вас встретят разрытие и, самое главное, колючая проволока. 16 мая рабочие перекрыли проезд к гипермаркету плитами. Покупатели вместе с сотрудниками оказались заблокированы. Тогда руководство проблему решило. Через несколько дней эскаватором перекопали 220 метров дороги. Местные жители возмущены. Поездка за хлебом и колбасой превратилась в полосу препятствий. Было неудобно, тем более у меня низкая машина проехать. Соответственно, не очень удобно. И тут три дня не работал маяк. Конечно, это нам очень сильно, как говорится, навредило. Сегодня удивились, ехали из города, с Петухова подъехали, и все разрыто, дороги нет. Хорошо поняли, сообразили, что дорога слева, можно подъехать. Маяк открыли два года назад. До сих пор никаких проблем не было. Однако в феврале сменился хозяин соседней территории. Теперь 60 гектаров земли поблизости принадлежат ООО «Инженерные сети Трейд». И дорога якобы тоже. Здесь вот он, акт выбора, в котором у нас прописаны все участники, кто его выдавал. То есть это от администрации, это и ГАИ, это и Федеральное управление дорог. В общем, и кто есть в округе пригородный. Другого подъезда к этому участку нет. Со всех сторон это их земля, там другие собственники. То есть мы проехать на свою территорию не можем. Не только тут товары, ну, что-то случилось, пожар, не знаю, скорая помощь. Ничего этого мы сделать не можем. Связаться с новым соседом не удалось. Владельцы торгового объекта временно решили проблему, сделали объездную дорогу. Работаем, куча товаров, ждем покупателей. Просто доехать нет. Нет возможности. Перекрыта дорога. Но мы, конечно, очень извиняемся перед своими покупателями. Приносим им свои глубочайшие извинения, что вот так вот поступили с нами и с ними в свою очередь. Но будем надеяться, что все у нас разрешится, все у нас получится и все у нас будет хорошо. География клиентов маяка обширна. За покупками едут жители города Опитал, Мачевского сельсовета, пригородных совхозов, поселка Верхтула. Новосибирцы заезжают по дороге на дачу. Сотрудники магазина собрали подписи постоянных покупателей, более 200 человек, и передали с петиции в прокуратуру. Подали заявление в суд. Слушание дела назначили на сентябрь. Остается надеяться, что осенью все станет на свои места, в том числе и дорога к гипермаркету. Светлана Шевченко, Евгений Павлов, Новости ОТС. Около 6 тысяч юных жителей региона отправились в летние лагеря. В Новосибирске стартовала детская оздоровительная кампания. На территории области сейчас работают больше 900 лагерей дневного пребывания и почти три десятка загородных учреждений. В общей сложности в них отдыхают около 72 тысяч человек. Чтобы не допустить распространения коронавируса на территории лагерей, эксперты призывают строго соблюдать нормы СанПина. Заезд детей в загородные организации в течение одного дня. Все массовые мероприятия рекомендовано проводить в открытых помещениях. Кроме того, недопустимо после заезда ребенка на территорию лагеря выезд его даже на несколько часов или на несколько дней. Кроме того, в этом году принято решение все-таки мероприятие с участием родителей отменить. Отменить так называемые родительские дни. Не сбить и не быть сбитым сервис кикшеринга открыл в Новосибирске школу вождения самокатов. Чему и зачем там мучат сибиряков, выяснил Александр Шпак. Саинхамушку приехал из ТВ, до туда в уши еще не добрался. А в Новосибирске на набережной от желтых девайсов в глазах рябит. И вот инструктор проводит ему самокатный ликбез. Как активировать устройство, куда нажимать. И главное, как правильно ездить, чтобы не покалечиться и не покалечить. Волнуешься, коленки дрожат? Да. Ни на чем не ездил раньше, да? Нет, только на скейте катался. Думаю, я упаду, наверное. Правила простые. Не ездить по дорогам, а не для машин. Не вставать вдвоем, потеряешь баланс, упадешь. Не пить и не употреблять за рулем. Мы рассказываем о том, как надо ездить по городу, чтобы не причинять дискомфорт другим жителям города. И не попадать в какие-то непонятные и неприятные ситуации. С теорией Саин справляется легко. Наступает время практических занятий. Кайф, чуть не упал, но сойдет нормально. Сами советую. А что ты еще кружок не хочешь сделать? Я уже боюсь. Слишком быстро для меня. Электродевайс прост в управлении, мобилен. При этом самокат такой же транспорт, как машина или велосипед. Повышенный источник опасности. Очень часто они получают травму. И в структуре всей травмы, полученной именно на самокате, как раз-таки чаще всего возникает черепно-мозговая травма. Грубо говоря, значительно может повлиять на качество жизни. Однажды поездка на самокате. За время появления кикшеринга служб проката самокатов у травматологов и нейрохирургов прибавилось работы. Решить проблему можно, развивая городскую инфраструктуру и прививая тотальное уважение друг к другу всем участникам движения. Александр Шпак, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Новосибирское высшее военное командное училище отмечает юбилей. Один из главных центров подготовки офицеров российской армии открыли 55 лет назад. За это время учебное заведение окончили 20 тысяч выпускников и многие из них приехали поздравить родное училище. В праздничной программе выступления курсантов, прыжки с парашютом, номера в исполнении военного оркестра. За эти полвека 29 выпускников удостоились звания Героев России и Советского Союза. И в юбилейный день открыли бюст старшему лейтенанту Максиму Песковому, который геройски погиб во время спецоперации. В ходе ведения специальной военной операции совершил героический поступок. В боевые ряды его подразделения попала граната, ни секунды не думая, накрыл собой, чтобы спасти всех своих подчиненных. Ни один солдат не пострадал. Они, естественно, не бросили командира. Но, к сожалению, это высокое звание Верховному главнокомандующим, присвоенному посмертно. Народные костюмы, песни и молитвы, как на татарском, так и на русском. Номера и угощения. В Убинке прошел детский праздник, который провели мусульмане Новосибирской области при поддержке Министерства региональной политики. С подробностями Дмитрий Антипов. Не обязательно знать татарский, чтобы понять, о чем сегодня читают стихи и поются сцены. Дети. Главный посыл – любовь к родине и любовь к Аллаху. Однако это не значит, что праздник только для мусульман. Здесь с удовольствием встречают любого, независимо от национальности и вероисповедания. Одна из целей – показать, что религия не имеет различия по национальностям. И все мы граждане Российской Федерации, и все мы живем дружно. И тем более детей мы не имеем права разделять. Для нас все дети – это наши дети. И для них праздник устроит. Это радость для нас. После того, как отгремели творческие номера, для юных участников праздника начались различные конкурсы. Эстафеты, перетягивание каната. По соседству же всех желающих кормили сладкой ватой, мороженым и горячим пловом. Знание другой культуры, я думаю, это нужно для детей, нужно для нас, чтобы мы жили все в мире, в добре. Нужно. Мероприятие организовали при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. Такой праздник Духовное управление мусульман региона проводит ежегодно. Дмитрий Антипов, Сергей Жданов. Новости ОТС. Мастер-классы, квесты, раздельный сбор мусора и развлекательная программа. Второй экологический фестиваль «Экомир» прошел в Новосибирском зоопарке. Так отметили Всемирный день окружающей среды и День эколога. Чему успели научиться ребята, расскажем далее. Правила знаешь? Правила знаешь? Нужно пройти 17 станций, поставить галочки и потом вернуть нам бумажку заполненную. На входе всех участников отмечают волонтеры и отправляют в непростой квест. Наоборот, есть карта, участники на нее ориентируются. И сколько времени дается? До первого розыгрыша два часа. Одна из первых локаций от регионального министерства природы. Есть возможность познакомиться с амуницией, примерить костюмы, протестировать противопожарный ранец. На следующей точке время обсудить, какой вред аккумуляторы наносят природе и как его предотвратить. Показывает и результат переработки батареек. Три фракции представлены здесь. Первая фракция – это металлолом, который сдается в пункт приема металлолома. Дальше у нас диоксид марганцик. И также у нас это несортируемые, не перерабатывающиеся в будущем отходы. Это идет на сжигание. Утилизацию бытовых приборов можно не только посмотреть. Все желающие активно принимают участие. Илья Кузин разбирает компьютерную мышку. Пластик клади вот сюда, сортируй его. Болтик в кружку. Болтик в кружку. Вот, молодец. Провод отдельный, микросхему отдельный. На экологический фестиваль пришли ребята подготовленные. Сестры Ксения и Вероника Баранова рассказывают, активно занимаются сортировкой мусора. Мы собираем там, например, крышки. Да, крышки. Да. Батарейки всякие. Крех, что мы учебники. Учебники только стоим, все остальное собираем. Да. Проведение экологического фестиваля приурочили ко Всемирному дню окружающей среды и профессиональному празднику экологов. Этот праздник уже давно стал праздником не только для профессионалов. Он стал для всех небезразличных людей, кто хочет после себя оставить для наших потомков в целости и сохранности нашу природу. Праздник собрал несколько сотен гостей. Организаторы подчеркивают, фестиваль не только для развлечения. Весомая образовательная составляющая. У нас есть комиссия по экологии. Мы очень всегда приветствуем такие мероприятия. И целью этого мероприятия является объединить усилия областной власти, муниципальной власти, как можно больше количества волонтеров, частных организаций, которые этим занимаются, всех объединить в вопросах экологии. Но это нужно для того, чтобы повышать воспитание экологическое нашего населения. Причем начинать надо с себя. Я сегодня не зря пришел в спортивном костюме. Я приехал на велосипеде и считаю, что эти экологичные виды транспорта нужно развивать в нашем городе. Нужно лично из себя начинать. В заключение желающие приняли участие во флешмобе. Выстроились в виде букв так, чтобы получилось название фестиваля. Экомир. Наталья Цупина, Алексей Баженов. Новости ОТС. Евгений Цыганов стал великим кукольником. На сцене «Красного факела» показали спектакль «Я, Сергей Образцов». Эта постановка закрыла международный фестиваль театров кукол «Перекресток». Поставила спектакль у Сергея Образцовья его внучка. У исполнителя главной роли тоже есть родственные связи с советским кукольником. Алексей Кудинов расскажет подробности. Этот спектакль формально датный. Он приурочен к 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра. Премьеру сыграли в Москве в декабре прошлого года. И сразу стало понятно, что у авторов получилось выйти далеко за рамки традиционного юбилейного спектакля. К Сергею Образцову отнеслись не как к значимой исторической фигуре, а как к простому человеку со своими страхами, переживаниями, ошибками и мечтами. «Это действительно живой человек. Как это ни странно звучит, да, но, видимо, это действительно так, потому что остались, да, и рисунки, остались книги, остались фильмы, остались интервью. И те люди, которые приходят к нам на спектакль, они часто потом подходят и говорят, «Надо же, как просто, как наивно и как правильно». Пьесу написали драматург Борис Голдовский, который работал в театре Образцова за флитом еще при самом Сергее Владимировиче и внучка кукольника, режиссер Екатерина Образцова. Да и исполнитель главной роли Евгений Цыганов в этой истории человек не посторонний. Бабушка Евгения была двоюродной сестрой Сергея Образцова. Семья Образцовых и моя семья всякими разными корнями связаны. Есть глава у Сергея Владимировича в книге «По ступенькам памяти», которая посвящена моим дедушкам-бабушкам, которая называется «Татарское нашествие», которую мы не включили в спектакль, и мы, в общем, это никак не упоминаем. И вот так вот, дружка, я запомнил на всю свою жизнь. Такое у меня показалось настоящий такой иск из всего того, что там происходило. Когда вот я смотрю издали, думаю, ну, Образцов стоит, дедушка стоит. Он так кладет, вернее, берет очки из кармана и также кладет руку назад в карман. Это просто дедушкины жесты. И многие, кто знал Сергея Владимировича, приходили в театр и говорили, что это просто реинкарнация. Для Евгения Цыганова этот спектакль первый после студенчества опыт сотрудничества с театром кукол. Актер играет роль Образцова и работает в основном в живом плане. За кукольных персонажей отвечают артисты театра Образцова. В их руках оживают любимые герои Сергея Владимировича, а также Утесов и Шаляпин, Русланова, Немирович Данченко и еще множество великих артистов и режиссеров, с которыми судьба сводила Образцова. Главный герой переживает Первую мировую революцию, Великую Отечественную и Сталинские репрессии. В итоге рассказ о жизни одного человека превращается в путешествие по всему 20 веку. Этот спектакль впервые показали за пределами Москвы. И это стало завершением пятидневного международного фестиваля театров кукол, который проходил в Новосибирске. Алексей Кудинов, Александр Миняйло. Новости ОТС. К этому часу у меня вся информация о развитии событий. Расскажем в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова